Девушки отдыхают В данном случае есть смысл по известным реквизитам направить требования либо о предоставлении товара, либо о возрождении средств. В случае не ответа на претензию имеет смысл обратиться в суд. В данном случае, поскольку регулируется законом о защите от любителей, рассматриваться будет в суде по месту жительства истца. Сергей Степанович жалуется на громких соседей. Кроме того, что они включают музыку ночью и постоянно ругаются, еще и запирают старика, который стучит в стену и кричит, чтобы его выпустили. Как успокоить разбушевавшиеся соседи и законно ли удерживать старика в комнате? Обратиться с письменным заявлением в территориальный отдел правоохранительных органов, то есть в отдел полиции, которые сотрудники в обязательном порядке выйдут на квартиру. Значит, проведут проверку и они вправе составлять протоколы об административных правонарушениях. В городе Красноярске очень часто сдаются квартиры, но люди не прописываются. Конечно же, необходимо также обратиться в территориальный отдел УФМС по Красноярскому краю для того, чтобы они дали оценку соблюдению действий миграционного законодательства. Единственное, что здесь меня настораживает о том, что в этом сообщении вы сказали о том, что человека закрывают в квартире или в комнате и не дают ему выходить даже из своей комнаты или из квартиры. Я могу сказать, что за лишение свободы у нас предусмотрена уголовная ответственность по статье 127 Уголовного кодекса Российской Федерации. Наших правоведов заинтересовал данный вопрос и они готовы взять эту ситуацию под свой личный контроль. Мы просим автора этого вопроса повторно позвонить в нашу редакцию по телефону 233-1166. Рубрика подготовлена при поддержке Красноярского регионального отделения Ассоциации юристов России.